А что-нибудь спросить хотели или просто как бы похвалить? Нет, мы хотим просто им сказать большое. А сейчас кто у телефона? Нет, Светочки? Светочка есть, есть. А вы нам звоните и, наверное, нас не видите, да? Но мы прекрасно вас слышим. Конечно, не вижу. Конечно, не вижу. А с кем я разговариваю? Разговариваете вы с помощником Валерия Круля. Я тот, который страницы листает на рояле, когда он играет. Не волнуй. Светочка пьется, мы узнаем ее голос. Да, Светочка замечательно улыбается. Спасибо вам, родные. Спасибо, что позвонили нам. Удачи вам во всем. А мы продолжаем нашу передачу. Итак. Здесь мы смотрели? Нет. Вот это, Ростропой, я смотрю, сутулился такой. Это, великий человек, это мой консерваторский профессор. Калмыков. Василий Калмыков. Мучил, который был по 16 часов. Он мучил, но он настоящий. Я ему очень благодарен. Это, а это я в Америке, вы знаете, такой доктор Юшманов был. Мы с ним были там на гастролях, вот мы с ним здесь сфотографировали. Это у него там будет, это его берег, кусок берега его. Он хотел, но очень дорого. Да? Да. Не смог. Вот, смотрю, вся ваша братья консерваторская. Да, это мы, вот Света, им польский. Это фестиваль. Мы сфотографировали Каревой Галины Аксиновой в Пензе, который регулярно проводится. Я там, значит, каждые два года бываю. А вот смотри на портрет, вот там видишь, там портрет висит. Это Карева, да? Карева. А внизу кто такая в белом платье? Под нее, типа, под Карева. А, это председатель фонда. Ты специально под Карева, ее имидж такой, да? Она очень преданно делу. Это мы со Светой. Вот Света, вот. Про которую сейчас с технологического института звонили. Да. Вот это мы стоим после концерта. Ну, а как сейчас? Вот смотри, как вот сложилось у тебя путешествие? Вот ты говоришь, Америка. А еще что? В земном шарике посетили. Ну, Америка была четыре раза. Четыре года. Была Америка, ну, что было? Барселона, вот, с Дроздовой Вайнер. Мы ездили с ней. Это на саксофоне. Да, это на саксофоне, мой друг. Гриша Симкин, он его нет уже с нами. Вот. Это я играю в музее, в Америке, в Нью-Йоркском музее искусства. Мы джаз с ним играем. Он потрясающий человек. А что, с Александровичем у тебя еще ролик есть, да? С Александровичем? Да. Вот у нас внизу, видишь, есть еще стоит ролик. Значит, может, еще что-то есть. Ну, еще, да-да, посмотрим. Еще есть, да? Да, иначе не успею. Рождались звезды. Зорька догорала. Зорька догорала. Зорька догорала. Зорька догорала. Зорька догорала. Зорька догорала. Не верите тебя. Ни взглядом, ни признанием. Не верите тебя. Зажжет своим дыханием. Моя любовь. Прекрасный наш. Вино. Вот, друзья, мы услышали романс, который написал сам Валерий. Нет, этот не я. А кто написал? Это написал Петров, но не Андрей. Это русский старинный романс. Мы не знаем имени этого человека. Он Петров в старинных нотах. Вот так вот. Вот так. Мы очень любили историю. Он часто очень пел, поэтому, собственно говоря... А почему, конечно, этот не я? То есть сам писал романсы ты? Ну, ничего делать-то. Все, я даже военные песни писал за отпуск. Подписывался, капитан Иванов, все. Писал ему, отдавал, ехал в отпуск на 10 дней. И скандалак. Сейчас вот в нотах есть, да? Нет. В нотах есть марш артиллеристов Иванова. Иванова есть, есть. Друзья, найдете, если марш артиллерист, знайте кто. Вот композитор. Да? У нас сегодня автор многих военных, кстати, песен. Нет, нет, нет. У нас есть звонок. Здравствуйте. Мы рады вам. Здравствуйте. Меня зовут Светлана Танеева. Очень приятно. Спасибо. Нахожусь сейчас на дате, что спросила телевизор и видела вашу передачу. Глубоко уважаемый мною Валерий Замонович. И хочется сказать несколько топливных слов человека, с которым мы работаем многое пуздотворное уже больше 15 лет. Валерий Замонович прекрасный разнофлановый пианистов, владеет любыми жанрами. Пусть-то классика, джаз, мюзику, старинный роман. Он все абсолютно исполняет на высоком профессиональном уровне. Человек с жизнерадостной, энергичной, полон какими-то новыми планами, проектами. Очень доброжелательный коллега, что, кстати, очень важно для нас исполнителей. Поэтому с ним работать всегда легко и приятно. Мне хочется пожелать, чтобы его жизненный потенциал никогда не истекал. Вот даже стихами получилось. Конечно, крепкого ему здоровья. Спасибо. Спасибо. Светлочка, спасибо. Смотри. Я вот все боюсь. Мне нравится Александрович. Ну, как бы я вот в мониторе вижу, что это вообще третий ролик. Это точно так? Или не повторится о нас? Нет, там будет, вероятно, другой романс, который он очень любил петь. Пусть поет тогда. Толя всегда имеет право на это. Толя, пожалуйста, сделай нам романс хороший. Лишь только вечер затеплится хиний, Лишь только звезды блескнут в небесах. И черепах серебряный гиний, Шемчугами покроет расстав. Звезды блескнут в небесах. И черепах серебряный гиний, Шемчугами покроет расстав. Звезды блескнут в небесах. И черепах серебряный гиний, Шемчугами покроет расстав. И черепах серебряный гиний, Там, где гущие, Сплетаются ветви, Калитки тебя подожжут. И на самом пороге беседки Смех уст кружева отведут. И черепах серебряному согласию Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают 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 Они, мне кажется, могут понять Вот только в таком ключе Хорошо Спасибо Спасибо, Алексей Знаете, я пока Я пожилой человек Могу забыть Буквально час Или полтора назад Я проводил Мастер-класс В одном дворце Одного района Питерска Адмиранцельского района Да И там, да Пришли ребятки Перед конкурсом И кто-то пел Говорит Вот я пою Буланову И стоит По Ахматову Да Говорит Я пою Буланову Нет Продолжение следует...